В эфире новости Анапрегион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Приходится им объяснять, тем, кто живет на улице, ваша улица названа в честь грузинской дивизии. Дороги Победы. Виртуальную экскурсию к Дню освобождения Кубани провели в Центральной библиотеке. Они могут пройти узкоспециализированных врачей, которые позволят выявить какие-то патологии. Научись управлять собой. Необычный день здоровья был приурочен к профессиональному празднику учителей. Он отличается от кикбоксинга тем, что в нем более резкие и спокойные удары. Анапа спортивная. Новый для нашего города вид спорта – тайский бокс – находит все больше поклонников. Ну а начнем с главного. Сегодня Кубань отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжества проходят по всему краю. В честь 75-й годовщины в городах и районах возложили цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям. Но главные события прошли в Темрюке. Именно здесь, на побережье Таманского полуострова, 9 октября, группировка немецких войск вынуждена была сдаться. В Темрюкском музее военной горкой сегодня состоялся масштабный концерт, посвященный событиям 1943 года. Сегодня праздник в нашей кубанской семье. Праздник только потому, что на самом деле сегодня мир – жизнь. И вот сегодня празднуем жизнь, отдавая дань уважения и памяти тем, кто нам ее дал. О героической истории сегодня на Таманской земле рассказал каждый район края. Экспозиции развернулись в специальных шатрах. Она, по делегацию которой возглавил Юрий Поляков, представила реконструкцию легендарных подвигов героев Советского Союза Дмитрия Калинина и Сурена Аракеляна. Я хочу сказать всем нашим организациям, которые уделили внимание, привели вот такое боевое состояние эти инсталляции, которые, конечно, в первую очередь влияют на патриотизм нашего молодого поколения, которое растет и видит, как это было на самом деле. Все это было очень близко, а приближено к боевым действиям. Всех с праздником, всем удачи, здоровья и самое главное – мирного неба над головой. Более подробно об этом в нашем завтрашнем выпуске новостей. Совместно с Центром патриотического воспитания молодежи «Ратмир» и Российским военно-историческим обществом Анапская центральная библиотека провела своих читателей по памятным местам родного города. На виртуальной экскурсии «Дороги Победы» побывали первоклассники. Рассказ анапского историка был дополнен мультимедийной презентацией. Особое внимание уделили мемориалам и памятникам времен Великой Отечественной войны. Школьники узнали и интересные факты об улицах города, названных в честь героев войны. Первыми в здании с Анапку ворвался 414 грузинская дивизия. Эту дивизию формировали в Тбилиси. И когда я спрашиваю, ребята, а почему улица Тбилисская так называется? Даже те, кто живет на улице, не знают. И приходится им объяснять, тем, кто живет на улице, Ваша улица названа в честь грузинской дивизии, потому что она была формирована в столице Грузии, в Тбилиси. И к другим темам. Более 400 человек получили консультации врачей на Дне здоровья. В эти выходные в Анапской городской поликлинике жители и гости курорта прошли обследование окулиста, невролога, эндокринолога и других узконаправленных специалистов. День здоровья был приурочен к профессиональному празднику учителей и проходил под девизом «Научись управлять собой». Регистрация – обязательное условие для пациента. Чтобы избежать очередей, каждому посетителю выдается специальный маршрутный лист. С его помощью можно пройти таких специалистов, как терапевт, невролог, психолог и окулист. Анна Александровна работает учителем в казачьей школе села Юровка. Здоровый образ жизни пропагандирует собственным примером. Как результат – все показатели в норме. Во-первых, нужно следить за своим здоровьем. И поэтому пришла сюда, думаю, что получу максимум информации и какие-то дальше будут решения. Участники акции смогли пройти консультацию узконаправленных специалистов абсолютно бесплатно. Акцент был сделан именно на психическое здоровье жителей. Научись управлять собой – лекция для педагогов, проведенная квалифицированным экспертом. Как контролировать свои эмоции, найти общий язык со школьниками и их родителями? Занятия посетили десятки человек. Сюда приходят у нас и учителя сегодня, и просто жители города, активные жители, представители органов территориального самоуправления. Они могут пройти узкоспециализированных врачей, которые позволят выявить какие-то патологии и, соответственно, маршрут лечения обозначить. Мне очень понравилось наше здравоохранение. Они вообще молодцы, заботятся даже о приезжих. Вот смотрю столько народу, которые живут в другом регионе. Я вот смотрю, и вот проходит все это так быстро, моментально. Никакой толкучки. Ну вот в течение часа я прошла уже четырех врачей. Разобраться в маршруте пациентам помогали волонтеры. За день обследования врачей прошли более 400 человек. Патологии, которые можно вылечить на ранней стадии, были выявлены у 150 анапчан. Они пройдут дополнительные консультации с врачом и получат необходимую помощь. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Мы уже рассказывали о расколе в анапском городском казачьем обществе. Напомним, против атамана Бурлуцкого выдвинули обвинение в злоупотреблении положением его же подчиненные и выразили недоверие. Он подал на них в суд за высказывания, в том числе и о судьбе казачьих рынков. Сегодня продолжение этой скандальной истории в нашем расследовании. Все начиналось почти 20 лет назад. В 1997 году в самом центре Анапы был учрежден комплекс курортного обслуживания на Крепостной. В руках анапского казачьего округа и общества тогда было 60% уставного капитала. А значит и полный контроль над предприятием. Уже через год ситуация кардинально меняется. Изменение в учредительный договор от 04-12-90. Уставной капитал 150 миллионов. Директор Местеренко. Участники. Анапский казачий округ. Уже было 20%, теперь 10% становится. 15 миллионов тысяч рублей. Анапско-городская казачья округа. Было 40%, становится 20%. КП, кошевая служба, 30%. Понимаете, как идет? Казаки как добиваются экономики. Вся эта схема вскрылась после того, как скандал дошел до руководства Кубанского войска. Начали разбираться и оказалось, что практически ничего у рядовых казаков и не осталось. Ни земли, а это почти полгектара в центре города, ни право собственности на здание построено здесь. Еще в 2006 году было зарегистрировано новое общество. По тому же адресу город Анапа, крепостная 87. Учредитель. Теперь уже фонд культуры гордит. О, 100%. Учредители. Нестеренко Людмила Михайловна, Нестеренко Николай Дмитриевич. Где казаки, где ими пахнет. Ни работы, ни дивидендов, по словам казаков, эти рынки им не приносили. Да и сама идея торговать здесь только тем, что произведено на Кубани, по словам покупателей, давно себя дискредитировала. Что-нибудь казачье именно там осталось? Нет, конечно. И самый дорогой рынок в Анапе? Ну, именно казачьи я ничего не увидела. Обыкновенный рынок с овощей, фруктами, ну и вещи привезенные откуда-то там. С Турцией много есть. Есть китайское даже. Более жестко по этому поводу высказываются сами казаки. Ведь когда правда вскрылась, городской атаман попытался вывести торговцев на митинг. А на самом рынке начали даже собирать пожертвования на борьбу с невидимым врагом. Щитом казачьим прикрываясь от всех недуг. Я говорю, ты сюда людей притащил перед Белым домом? А люди не знают, что... Дело в том, что подружки безопасности там нету. Там нету Кубанского казачьего войска, там частный рынок. Поэтому я говорю, ты обманул людей с рынка. Я понимаю, как вы их гнали. Я говорю, их гнали принудительно. Не пойдешь, завтра ты с рынка вылетишь. Уже сегодня городской атаман комментирует ситуацию вокруг рынков более сдержанно. Запутанная, говорит история. Вот только кем, не уточняет. Что касается рынков, там очень запутанная серьезная ситуация по рынкам. Поэтому я комментировать пока не буду. Пока же атаман Бурлуцкий решил судиться со своими же казаками. Дела, похоже, действительно идут неважно. Возможно, отсюда и такая сумма за моральный вред. Ни много ни мало 200 тысяч рублей. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Руслан Душевский, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Просим считать этот сюжет официальным запросом в правоохранительные органы с целью дать правовую оценку действиями руководителей Анапского городского казачьего общества. В Анапском сельскохозяйственном техникуме прошел первый открытый ринг по тайскому боксу. Юные спортсмены в весовых категориях от 24 до 75 килограммов боролись за звание лучшего борца и золотые медали. В Анапе тайский бокс только начал зарождаться, но в городе-курорте уже есть опытные спортсмены. Как и знаменитый художник эпохи Возрождения, Рафаэль неравнодушен к живописи. В школу искусств пошел еще в первом классе, а год назад открыл для себя новое хобби – тайский бокс. Теперь наравне с кистью юный спортсмен держит бойцовские перчатки. По словам Рафаэля, полученные навыки могут пригодиться не только на ринге, но и в самообороне. В основном никто не хочет со мной. Обычный бокс меня не привлек, потому что там нет ударов ногами, коленями, локтями. Это не свободный бой. Допустим, во многих моментах, допустим, в уличной драке или просто в боевке очень выгодно бить ногами. Поэтому мне понравился тайский бокс. Он отличается от кикбоксинга тем, что в нем более резкие и спокойные удары. То есть они выносят противника, там можно кости сломать. А в кикбоксинге больше идет на набивание очков. В своем первом бою Рафаэль дрался с полной самоотдачей, но победу одержал более опытный борец. Семен Хачатрян занимается боксом уже 11 лет. Неоднократно брал золото на краевых и районных состязаниях. Календарь чемпионатов расписан на месяцы вперед. 13 числа у нас будет Кубок Кавказа по тайскому боксу. Потом будет край в Сочи 27 октября и дальше Россия. Занимайтесь. Талант, конечно, имеет значение, но упорный труд и все. Тайский бокс в Анапе только зарождается. По статистике, этим боевым искусством увлекаются порядка полусотни человек. На базе Анапского сельхозтехникума был открыт новый спортивный зал. Это современный проект с директором Анапского многофункционального центра Алексеем Гиричем. Теперь с юными спортсменами ежедневно занимаются опытные тренеры. На первый чемпионат приехал чемпион мира по тайскому боксу Юрий Фельди. Мастер спорта, родился и вырос в Анапе, потом переехал в Германию. Сейчас боксер вернулся на родину. Русский народ – это народ, который живет на российской стране. Они все очень мотивированы духом и мне очень нравится тренировать их. Я вижу очень быстрое развитие. Здорово? Здорово. Только за. В состязаниях приняли участие порядка сорока человек. Победители получили золотые медали и грамоты. В конце месяца в Анапе пройдет чемпионат города по тайскому боксу. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Жизнь дана на добрые дела. Эту народную мудрость в наши дни подтверждают многие предприниматели, для которых меценатство – не пустой звук. Яркое тому подтверждение – деятельность Ассоциации строителей Кубани. В числе недавно оказанных добрых дел для анапских малышей – помощь детскому саду в селе Юровка. У меня сын тоже боксом занимается. 5 лет сын. Шестилетний Ильян занимается боксом и с удовольствием ходит в детский сад. Эти поделки он мастерил вместе с ребятами специально для гостей. Подкова на удачу и солнце как символ благополучия достались дяде Саше за то, что он помог построить вот этот пункт охраны. Помощь эта своевременная, потому что домик, помещение для охранной службы, пост номер, как говорится, один, по безопасности, он должен стоять на улице и как бы у калитки, потому что у нас есть пост, но он в здании. Это не очень удобно. Меценатство на Руси издавна считалось почетным занятием. Ассоциация строителей Кубани, по словам заведующей, отреагировала на просьбу незамедлительно. Пункт охраны построили за месяц. И хотя ассоциация существует чуть больше года, добрых дел на их счету достаточно. Быть членом строительного объединения почетно. Застройщики и дизайнеры, риэлторы и юристы – все они проверенные и надежные участники строительного рынка Краснодарского края и Анапы. По словам руководителя ассоциации, участие в социальных проектах для них – дело чести. Очень много людей, даже не входящих в состав ассоциации, по первому звонку, по первой просьбе не остаются ни у дел, безучастными. Кто чем может, тем и помогает. У нас в ассоциации фактически уже у всех возраст перевалил за 30 лет. Как правило, уже у всех семья, дети. Ну и по большому счету нам не безразлично, в каких условиях, в каком городе, в каком регионе у нас будет воспитываться сын. Куда он будет ходить – в подвалы или в залы, посещать секции, какие-то хорошие нормальные кружки. Ну, то есть, наверное, движет в первую очередь, конечно, вот это самый главный фактор – не безразличие. Власты Царева, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа. Регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий – всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова